Раз, два, три, четыре, тринадцать человек, да? В разгар рабочего дня гостей города оторвали от строительства элитного дома и пересчитали по головам. Голов оказалось больше пятидесяти. И вроде бы все с документами, с регистрацией, даже с разрешениями на работу, но так гладко, все только на первый взгляд. Иностранные граждане трудятся без соответствующих разрешительных документов, то есть по патенту, что в данном случае недопустимо. Здесь еще присутствует на данном объекте одно из правонарушений, то есть иностранные граждане здесь проживают, организованы места для их проживания постоянно. Что недопустимо, иностранные граждане обязаны проживать по месту миграционного учета. Вся эта толпа зарегистрирована в небольшой хибарке на Чернышевского. На самом деле, жить им приходится в развале не по соседству со строящимся домом. Вечера здесь проводят больше полусотни человек, но во всем доме нет ни одной бутылки, ни одного окурка, потому как эти гости приехали сюда не кутить, работать. Говорят, такие проверки их не пугают, а отвлекают. Если каждый день перепроверять будут много раз, мы же потеряем рабочее время и не успеваем, когда на срок закончится. Мы же сюда работать пришли, так? Ну, если вот не оформлены, это другое дело. Мы же все заплатили, оформлены все. Они трудятся на крупную строительную компанию, однако многие оформлены как строители частных лиц. Получить такое разрешение быстрее и дешевле. Иностранные граждане хорошо понимают свои нарушения. Они на данный момент очень хорошо владеют законодательством, знанием законодательства, изменениями. Прекрасно представляют последствия, которых ожидают. За принимающую сторону сегодня отдувалась Елена. Она трудоустраивает золотые руки с ближнего зарубежья уже 8 лет. Говорит, ее фирма ладить старается и с мигрантами, и с заказчиками, и с законами. Только за последними порой не успевает. Вы знаете, очень часто законы меняются очень быстро, потому что не успеваешь сориентироваться. Поэтому бывают какие-то нюансы такие, что... Бывает так, что, допустим, люди приезжают, процесс оформления очень долгий. Елена признается, несмотря на множество тонких нюансов, частые проверки и бесконечную бумажную волокиту, от сотрудничества с иностранцами не спешит отказываться ни одна строительная компания. В основном они трудолюбивые люди очень и относятся ко всему нормально. Они приехали сюда зарабатывать деньги, в отличие от некоторых наших людей, которые не хотят работать. У ФМС говорят, сегодня и работодатели, и гости города стали куда дисциплинированнее, и закон переступает все реже. Однако платить придется даже за небольшие нарушения. Сегодняшние, к примеру, обязательно оукнутся работодателям штрафами. Сумма может колебаться от 25 до 250 тысяч рублей. Екатерина Киселева, Вадим Мещаев. Наши.